С вами Наталья и сад Огород Круглый Год. Хочу с вами поделиться тем, что я приобрела в Польше. Семена. Ну, садоводы-любители, они в любой стране найдут то, что их интересует. В общем-то, семена у меня уже практически все были закуплены, все есть, но пройти мимо таких ярких прилавков просто не могла. Поэтому так уже просматривала, чтобы мне еще взять. Взяла, во-первых, капусту брокколи. Брокколи я брала когда-то именно польскую, и у меня получались вот такие огромные головки. Голландские какие я брала, ну, уже не говорю, что наши украинские расфасовки. Знаете, ну, не всегда получалось. Польская отлично получилась. Крес-салат взяла, взяла виолу, братки, вот по-польски, такую простую и кучерявую. Взяла гипсофилу для букетов. Это однолетнее растение, очень красивое и в саду, а также очень красивые букеты. Савойская капуста. Вы знаете, я ее полюбила сравнительно недавно. Для чего мне нравится делать с нее именно голубцы. Очень вкусные. Лаванды у меня море. Но, видите, еще пакетик, не знаю, название, ничего. Ну, взяла. В общем-то, несложно выращивать, почему бы и нет. Но наибольшее, что мне понравилось, это вот такие вот большие пакеты. Это коллекция, так называется, мяты. Вот, смотрите, видите, большая упаковка и пять видов мят. Вот в таких вот пакетиках я достала, каждый с названием. В общем-то, тоже у меня есть три вида мяты. Но мяту просто обожаю. Поэтому мне просто было интересно именно в одном пакетике такое разновидность, ну, такое количество мят. И то же самое базилик. Базилик зеленый, вы знаете, как раз я его раньше не купила. У меня есть, вернее, базилик лимонный. Вот тут он посередине. Я его тоже очень люблю, каждый год выращиваю. Ну, а тут еще вот другие названия. Вы знаете, по-польски не разобрала. Надо будет поискать, что это. То же самое и с мятой. Ну, в общем, буду высевать. Вот такие вот коллекции у меня. А сейчас покажу еще кустарники, которые я купила. Правда, я их уже высадила, поэтому буду показывать в грунте. Такая вот азалия. Посмотрите, видите, картинка розового цвета. Вот такой вот кустик. Вот он уже цветочки. Значит, азалию я садила в кислый грунт. Сейчас покажу, что еще. Это уже рододендрон. Посмотрите, небольшие кустики. Очень даже небольшие. Но, вы знаете, вот все, что я купила, и семена, и кусты, просто относительно наших цен, просто дешево. Вы знаете, можно позавидовать, конечно, полякам. И не только полякам, и чехам, и немцам. У них прекрасный выбор растений. И относительно дешевые семена и кустарники. Кустарники. Все-таки у нас это намного дороже. Вот еще рододендрон красный. Тоже рододендрон, так как и азалию я посадила в кислый грунт. Вот этот вот кустик. Да, они небольшие. Но на наши деньги выходит, в общем-то, 50 гривен. Вы знаете, ну, даже не полных 50 гривен. Вы знаете, у нас она очень. И азалия, и рододендрон. Очень дорогая. Я сейчас пожалела, что я купила все-таки маленькие кусты. Надо было больше купить кусты. Ну, чего-то так все бегом-бегом. Купила вот такой вот кустик магнолии. Магнолия Сюзанна. Видите, такого вот красного цвета. Вот ее вот такой вот размер. Ну, сантиметра 50. Тоже, вы знаете, как и те кустарники, хочу вам сказать. На наши деньги вышло мне 100-110 вот так вот гривен. То есть, вы знаете, очень дешево, я считаю. Но сейчас еще один. Средний кустарник. Это у меня... Так. Что это у меня? Magical Moonlight. Это гортензия. Метельчатая гортензия. Вот такой вот куст. Вот такого вот размера. Тоже до 100 гривен у меня вышло. Хотя в прошлом году вот такие кустарники у нас я покупала за 250 гривен. Именно польские. Поэтому еще раз говорю, что, конечно, у нас не разгонишься. Купить качественный материал для посадки. Но каждый все-таки старается. Ну, вот такие вот у меня новые покупки, которые я приобрела в Польше и в Чехии. Азалия в Чехии. А все остальное я покупала в Польше. Так что, если будете там, обязательно заглядывайте в центры, где есть растишки. Потому что они стоящие и намного дешевле, чем у нас. А с вами была Наталья. Всего наилучшего!